Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас 8 марта. Хочу поздравить, прежде всего, женщин, девочек и бабушек с 8 марта. Дорогие мои, поздравляю вас всех с 8 марта. Желаю крепкого здоровья, счастливой и радостной жизни и, конечно, хорошего цветения нашим цветочкам. Дорогие мои подписчики, сегодня я была в магазине Эпицентр и хочу показать вам красоту этих всех растений, которых я увидела. Некоторые подписчики не имеют такой возможности пойти в магазин и полюбоваться цветами. Я это сделала за других. Сейчас я вам буду показывать и кое-что рассказывать, не конкретно о каждом цветочке. Так как я когда снимала, я молчала, сильно очень много людей было, я не имела возможности ничего даже рассказать. Я буду вам рассказывать просто про уход за прекрасными орхидеями. Все орхидеи это есть экзотические растения. При правильном уходе орхидея фаленопсис цветет очень долго, несколько месяцев радуя нас своими удивительными и прекрасными цветами бабочками. Когда растение отцвело и кончик его цветоноса пожелтел, укоротите стебель острым ножом, оставив одну или две почки. Срез делаем выше почки на несколько сантиметров. Если ваша орхидея фаленопсис получает хороший уход в домашних условиях, у нее хорошо развита корневая система. А сейчас вам расскажу некоторые рекомендации по уходу за орхидею фаленопсис во время ее цветения. Цветы нашего экзотического растения наклоняются к свету. И чтобы растение не выпало из горшка и не упало с подоконника, его изредка нужно поворачивать на 180 градусов. А когда уже начинают формироваться бутоны и начинает цветение в домашних условиях орхидею фаленопсис, желательно не перемещать с места на место. А при хорошем уходе за тропическим растением, оно способно цвести годами, без перерыва. Цветоносы нарастают, ветвятся, продолжая свой рост. Но не надо забывать про подпорки для ветвей, так как растение очень хорошо нарастает и может обломиться. Поливать орхидею фаленопсис в домашних условиях можно под душем. При поливе растений душевой лейкой субстрат в горшке увлажняется равномерно, попутно смывается пыль с листиков. К тому же к орхидеям фаленопсисам нравится теплый, влажный воздух в ванной комнате. Когда вы искупали свою красавицу, не торопитесь нести орхидею обратно на подоконник после полива. Дайте ей обсохнуть немного, особенно в зимнее время. И не забудьте убрать излишки влаги, воды. Старайтесь не попадать водой на цветки орхидеи, иначе на них останутся коричневые пятна. Совсем не лишним будет ежедневное опрыскивание поверхности субстрата, воздушных корней, кипяченой водой в летнее время. Ухаживать за орхидейкой нужно не только поливая ее, но еще и своевременно вносить подкормку растениям. Удобрение. Удобрять растение необходимо только после того, как субстрат полностью промокнет водой после полива. Удобрение можно добавить в миску с водой и оставив в ней растение на некоторое время. Так и можно поливать раствором по поверхности грунта. Ухаживая за красавицей орхидеи, можно заметить, что из пазух листьев растут воздушные корни. А почему же это происходит? Дело в том, что фаленопсисы сами корректируют условия жизни на подоконнике с помощью направления роста корней. Если субстрат постоянно влажный, корни, как правило, над поверхностью начинают расти. И напротив, если в домашних условиях фаленопсис подвергается чрезмерному подсушиванию, ее корни стремятся скорее войти в субстрат в поисках задержавшейся там влаги. Подкармливать экзотическое растение в домашних условиях рекомендуется раз в две недели. Специализированным удобрением для орхидеи или универсальным, но в уменьшенной в 4 раза концентрации. Во время активного роста лучше использовать подкормку с удобрением, преобладающим азотом. А во время цветения калия и фосфора, чтобы больше было. Чтобы ваша любимая орхидея порадовала вас цветением в домашних условиях, у нее должно быть достаточное количество листьев. Для этого нужен не только правильный уход, но и подкормка удобрением с большей долей азота плюс магний. Желательно разбавить концентрацию удобрений в 2 раза. А если переборщить с концентрацией удобрений, то по краю листьев орхидеи и фаленопсис могут выступить липкие капли. У цветущих экземпляров от передозировки удобрений опадают цветы и бутоны. То есть, когда мы покупаем растения в магазине, приносим домой и думаем, а почему опали цветочки, почему опали бутончики. Это все от передозировки удобрений. Так как в магазинных условиях и производитель очень закармливает свои растения. А если ваше растение не хочет долго выпускать бутоны и закладывать цветочные стрелочки, нужно орхидею подкормить удобрением. Можно для питуней и сурфини. Не забудьте это удобрение разбавить в 2 раза больше водой, чем указано на упаковке. А для поддержки сил и лучшего роста вашей орхидейки в домашних условиях нужен правильный уход. Опрыскивание растением раз в неделю и пина, 2 капельки на пол литра воды, либо HB101, 1 капелька на литр воды. Сочетание и пина и удобрений дает хороший эффект. У тропиканки появляются много новых корней. Орхидея и фаленопсис хорошо относятся и к янтарной кислоте. Нужно 1 таблеточка на литр воды растворить. И можно опрыскивать, а можно протирать листочки. Но в любом деле бывают и неприятные моменты. Содержание и уходе за орхидеями в домашних условиях – это борьба с вредителями и болезнями. Безусловно, как при правильном уходе за цветами и соблюдении карантина, профилактических мер, эта напасть должна обойти вас стороной. Но, к сожалению, мы не всегда строго придерживаемся правил. И вот беда уже у нас, у вас на подоконнике. Что же делать при обнаружении вредных насекомых на ваших орхидеях, фаленопсисах? Меры борьбы с мучнистым червецом или щитовкой. Чаще всего заражение орхидеи фаленопсис вредителями, прежде всего, мучнистым червецом и щитовкой происходит в питомниках. И при покупке растений рассмотреть этих крошечных вредоносных насекомых практически невозможно. И время карантина не всегда позволяет выявить их присутствие. А за это время вредители орхидеи фаленопсис в домашних условиях успевают угрожающе размножиться. Взрослые особи этих вредителей селятся в пазухах и на обратной стороне листиков орхидеи. И в основании бутонов. Меры борьбы с вредными насекомыми, щитовкой, мучнистым червецом, традиционные. Соберите вредителей пинцетом или ватной палочкой, а затем обработайте растения инсектицидами. Актары, моспиланом, актеликом, вермимексом, вертимексом, извините. Но я обрабатываю в основном актары несколько раз в промежутке 10 дней. Три раза. И она точно уничтожается. А также я еще дополнительно обрабатываю по листочкам. У меня есть видео. Я вам оставлю ссылочку в верхнем правом углу. Кому интересно, посмотрите, как уничтожить мучнистого червеца. Для уничтожения вредителей орхидеев, фаленопсис, щитовок и ложнощитовок, применяют такие препараты, как актелик, фуфанон, фосбицид и конфидор. Но также надо учитывать, что в борьбе с вредителями на ваших подоконниках, что взрослые насекомые со временем вырабатывают иммунитет к инсцитекцида. Поэтому не прекращайте удалять тех насекомых, которые вы видите невооруженным глазом со своих растений. А теперь немножко расскажу, как бороться с вредителями клещами, трипсами и тлей. В борьбе с этими вредителями можно использовать чесночный настой. То есть взять, измельчить головку чеснока вместе с чешуйками и залить литром кипятка, кипящей воды. И через сутки настой процедить и кисточкой нанести на листья цветоносцы и пазухи вашей красавицы-орхидеечки. При уходе за орхидеями на поверхности субстрата чаще всего в злези у основания растения или выступающих поверхностных корней можно заметить крохотные, блестящие или темные шарики, которые очень быстро двигаются. Это панцирные клещи. Это паукообразные вредители, питающиеся отмирающими частями орхидеи, мхом, водорослями, живущими на влажном субстрате. Они не опасны для фаленопсиса, однако при недостатке питания эти клещи могут повреждать молодые листья растения. И лучше всего избавиться от этих вредителей. А чтобы избавиться от этих вредителей, достаточно бывает просто пересадить растения в свежий субстрат, предварительно очистив корни от этих панцирных клещей. А также с ними можно бороться с помощью инсектицидов. Актелик, неорон, фитоферма. При периодической просушке субстрата панцирные клещи обычно исчезают сами. Про другие болезни орхидеи я вам расскажу попозже. А сейчас я вам хочу показать свою красавицу, которую я купила в магазине. После того, как мы просмотрели все цветы, и она была в единственном экземпляре. Продолжение следует... Продолжение следует...